Оксана Якушина строго соблюдает режим самоизоляции, но даже в этих условиях тренировки продолжаются. Каждый день игроки получают домашнее задание тренерского состава. Длительные перерывы никому не пойдут на пользу, считает Одинцовская волейболистка. Стараемся максимально поддерживать спортивную форму. Конечно, с мячом особо не поиграешь, но мышцы в тонусе держим. Как вы подбадриваете себя с девчонками по клубу, по команде, с тренером? У нас есть общий чат в WhatsApp. Мы переписываемся, обсуждаем какие-то новости. Так подбадриваем друг друга. Желаем здоровья, поздравляем с праздниками прошедшими. Даже съемку с игроком за речью мы проводили по конференц-связи. Сейчас очень важно не нарушать рекомендации, постараться минимизировать все контакты и реже покидать свой дом. Но при этом постараться вести активный образ жизни. Выполняя нехитрые упражнения в домашних условиях, можно не волноваться о своей физической форме. Здесь главное – регулярность. Я подготовила несколько упражнений. Они легкие, наверняка все о них слышали, но они очень продуктивные. Это планка и самые обычные приседания. На что они влияют и как помогут в режиме самоизоляции? Планка – это хорошее упражнение для ленивых, либо у кого просто нет много времени на спорт. То есть она задействует практически все группы мышц и приводит в тонус. Но самое главное – сделать ее правильно. Я так понимаю, что чтобы планка была эффективна, наверное, необходимо все правильно выполнять. Да, есть специальная техника. Ничего там сверхсложного нет. В принципе, посмотрев, как это делает тот, кто знает, с легкостью это можно повторить. Повторить это действительно может каждый. Начинать нужно с 30 секунд, постепенно увеличивая время. Я стою по 2 минуты. Ну, все остальные могут стоять сколько смогут. Небольшой комплекс упражнений не только разнообразит ваши дни в самоизоляции, но и поможет сохранить фигуру. Я желаю всем болельщикам, естественно, здоровья. Главное сейчас оставаться дома и беречь своих близких, провести время с ними и когда у нас будет еще такая возможность. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания, Одинцова.